Царю небесный, утешителю души истинной, И живет детстве, и вся исполняя сокровища благих, И жизни подателю прилистилися вны, И очисти мы от всяких скверных, И спаси блаже души нашим. Отец наш небесный, Господь, именем Господа нашего Иисуса Христа, молим Тебя, благослови наше занятие, наше собрание. Дару Господи, чтобы мы не были беспечными, чтобы страшный суд для нас не настал вдруг внезапно и неожиданно, чтобы мы не лукавили в сердце своем, что мы чистые, безгрешные, или что ты не скоро придешь. Помоги, Господи, нам всегда быть бодрственными, со словом Твоим святым и в разуме, и в делах. Помоги нашим чадам, которые готовятся скоро предстать на занятия перед своими учителями. Дару Господи, чтобы у них учение спорилось, и чтобы это учение взяли они на вооружение себе в жизни сей. Прославлять Тебя, Господа и Творца. Благодарим, Господи, Тебя, что мы здесь живы, дожили до этого дня воскресного, с прославлением Тебя, Господа и Творца. Помоги им, Господи, дальше прославлять Тебя среди людей, выйти на благовестие. Слава Тебе за все, Отец и мой Святой Дух. Аминь. Давайте сразу, чтобы было о чем поговорить, давайте почитаем. Слава Божия. 17 глава, да? 17 глава. Очень интересно как раз о чадах наших, что бывает с детьми, когда неверующие родители. Вот повезло, что родители верующие у вас дети. Послушайте, что бывает. Какой стих? Ну, не есть-то. Так, а что, с самого начала давайте, да? Да, там почему-то так. 17 глава. А, с 14 глава. Ну, давайте. Так, с 14 стиха. Евангелие от Матфея. Толкование блаженного феррилакта. Когда они пришли к народу, 14-15 стихи. То подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал, Господи, помилуй сына моего. Он в новолунии беснуется и тяжко страдает. Ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Вот человека довело уже. Судьба злодейка. Уже все признался, что сын бесноватый. Обычно у нас родители до конца будут защищать своих детей. Там он на рогах будет стоять уже прям явно, что в землю воткнуты рога. И все равно нет. Это мой сыночек, мои дедушки. Кого защищают непонятно эти родители. Давайте узнаем. Блаженный феррилакт нам толкует. Этот человек был, кажется, весьма неверующий. Как видно из того, что Христос говорит ему «Урод неверный». И из того, что сей человек уничижает учеников. Причиной же страданий сына его была не луна, а дьявол, который, заметив полнолуние, нападал на него для того, чтобы дать людям повод хулить творение Божие, как зловредное. А ты пойми отсюда, что всякий безумный, как душа изменяется, по слову Писания, являясь то великим и добродетелем, то малым и ничтожным. Он похож на лунатика и бросается то в огонь гнева и похоти, то в воду волны многих житейских попечений, в которых живет Левиафан. Это дьявол, царствующий над чудовищами водными. Да и не волны ли и звери лютые непрестанные заботы богачей. Ну, то есть аллегория, понятно? Ну, тут и без аллегории, возможно, все. Хотя он же был иудей, надо понимать. И у него был сам Бог, он избранный был, и вдруг у избранного человека Богом сын беснуется. Кто виноват? Но еще это не говорит о том, что и ребенок-то сам виноват. Потому что в одном из, когда помните, слепорожденный, он говорит, не он не виноват, ни родители не виноват. А уже всех обвинили, как у нас любят тоже это. Уже клеймов понаставили кучу. А оказывается, не он, не родители. А для чего? Для славы Божьей. Как так? Ну, потому что никто не сумел справиться, а Бог сумел. Господь сделал так, что человек исцелился. Вот сколько мы молились, и вот до победного у меня была такая, какая-то вот такая уверенность, думаю, вот Настю Господь исцелит. Я помню первый раз, лет, наверное, 10 назад, может больше, Надежда Васильевна пришла и сказала, у меня нашли онкологию. И это было до такой степени поразительно. Как это первый такой случай был у нас. Все начали молиться, и она месяца три ходила, там ей дали всего 4 месяца жизни, месяца три находила по больницам, потом пришла и говорит, а нету онкологии? Я думаю, какая-то игра, что ли? Потом еще несколько случаев. Потом у меня Марина попала в 2002 году. Это вообще 2002, это раньше была, Надежда Васильевна, в 2000, 18 лет назад. Господь начал стучаться. А перед этим как-то батюшка зашел и такой, посмотрел, так как-то улыбнулся такой весело. Игнатий, ты чего там улыбаешься? Он говорит, да я посмотрел, что, а придет же время и придется отпевать вас. А это было давно-давно, я помню, я так посмотрел, думаю, батюшка о чем думает? А у него-то свои эти священческие мерки. И точно, как повалилось все. И главное, если бы это только бы из нашей среды бы открывали общиной, а то и родных, тут и знакомых, пошло дело такое вот. за последний вот этот год, только еще в начале, уже я молюсь о пятерых людях. Слава Богу, есть за кого молиться, хоть верующие. А что еще впереди ждет нас? Как это? Это все для славы Божьей. Вот как. И батюшка тоже хорошую проповедь сказал там людям, неверующим, они молодые. Столпились и видно в глазах, что такое, такое, тревога такая, страх, такой испуг, тревога, когда Настю отпевали. И непонятно, они там кучкуются, туда зайти боятся. Священник там накадил что-то там такое. Но мы со свечками не делаем. И туда зайдут, так раз, покатятся, я туда их, давайте, давайте, идите там, сейчас уже будут выносить и все, и закопают же уже, не увидите человека. А они сами не знают, что такое. Вот как хорошо, что мы знаем Бога. А наши чадо еще не знают, с чем сравнить. Они пока это не понимают. А вот пройдет некоторое время, и для почти всех, не для всех, конечно, но почти всех, ну не может, чтобы для всех открылось, откроется что? Ой, как мне повезло, Господи скажут, Господи, они прям помолятся сами уже, от чистого сердца. Это мне повезло, что родители-то у меня уверовали. Потому что сколько скорби мы видим, там вот показывают Чечню, там как начинается такой бой, как начинают чеченцы долбить. И видно, закрестилися, замолились, вспомнили о Боге, начали вопросы задавать, а Бог-то оказывается есть, все есть. Великую Отечественную помним, то же самое. И уже дошло до того сейчас, что Великая Отечественная война была, вот у нас, когда с фашистами, оказывается, это добро, это СССР, боролось со страшным злом, это фашизм. У нас коммунизм был. Почему долбый? Потому что у нас попы уже были. Это в 43-м году Сталин разрешил попам служить в церкви. В 43-м пока. А до этого сказали, в 41-м году покажем последнего попа. Показали. Поставили всех на попа. Вот как, слава Божия, это бывает иной раз. Ну и очень хорошо, конечно, приметила эта сестра Настина, когда сказала, вы такие все дружные. Она же даже не ожидала. Она не понимала, в какой компании дружной, в каком сонме людей с душой открытой к Господу пребывала ее сестра. И Настя так и отошла. Ну пускай она там в грабировку совсем маленькая была какая-то, высохла совершенно. Да, это уже, конечно, не она. Мы знаем, какая она была. Не она, конечно. Да, она по себе память большую оставила. Много и детям своим оставила она на пустырь. Дай Бог, чтобы... А где эти дети-то? Один есть? А, есть, да. Главное, чтобы дети эти на пустырь помнили. У них от мамы осталась великая память вот в этом, в этих записях. Это просто великое дело. Когда они подрастут, потом будут понимать, когда не будет родителей хватать. Тут уже под 60 лет прожил, родители еще живы, и слава Богу, думаешь, пускай еще поживут, плавно. А когда у кого нету уже родителей, они-то какие-то люди печальные такие становятся. А здесь, когда родители есть, как-то еще уверенность есть. Ну, не я еще. А потом придется подготовиться и нам. Вот сегодня про страшный суд слышали же, проповедь? Да. Как нас златоуст пытается расшевелить людей, чтобы мы забыли о своих... Мы даже уходим на пенсию, и на пенсии стараемся жить по полностью в мирских заботах и суетах. По идее, мы вот в воскресенье вообще не должны сейчас расставаться, сидеть просто и поплакать все вместе над своей судьбишкой-то. У кого какая? Глядишь, может, кому-то даже и помогло бы. Ну, а мы так сейчас раз встали, рассосались, сегодня никого нету. А потом опять начинается суета, воскресный день, казалось бы. Ну, ты, ну, ладно, пришел ты домой, ну, сядь, успокойся, открой Слово Божие, еще раз почитай, может, ты что-то здесь увидишь, поможет. Ну, ладно, о детях что говорить, понятно, мы помним себя детьми, надо сразу бежать на улицу, футбол, там песочницы играть, секретики там эти девчонки секретики играют и нас тоже вовлекут в это. Что, не знаете, что такое секретики? Это великая игра была, величайшая. Это девчоночья была секретики, а пацанская это была футбол. Но они нас, девчонки, до такой степени крутили, пацанов, что и мы в эти секретики как дураки. И кто-то, если узнал, а что, там это, дыбунов набегает, а его, говорит, вовлекли, секретики играет. О, девчачий пастух сразу на сюда. Ты не знаешь, что такое секретик, что ли? Мама, что, не показывает? Под стеклом, бумажку, да, прячет? Под стеклом рисуешь что-нибудь такое, или какое-то, нашел там любые бусинки, бисеринки, и такое красивенько выкладывают и в земле где-то спрячут, их много, секретиков. И бегают, бегают там, так им надо найти еще, а там подсказывают и так далее, говорят, что угодно. Да, ну это детство беззаботное, что там говорить? Главное, чтобы это детство было беззаботное, ну как у нас хотя бы. Потому что сейчас детство такое с этими компьютерами, дети там такого понахватаются, вот то, что не нужно. Как раз об этом и говорится, чересчем любознательные проповеди было. Одни очень любознательные, вроде бы греха никакого нет, а любознательности вот только что и сразу этот компьютер, планшеты там, что-то ищут, умные такие, а вы знаете, что у осьминога еще там есть одна задница, там вот на каком-то там пятом этом хвосте его. Да зачем тебе это надо? Сколько там у него этих, сколько там голов, у кого, какой позвоночник? Зачем вам это нужно? А начнешь спрашивать, где Греция находится? Куда апостол Павел пришел? Заметались. Заметались. Чего заметались? Зато ты знаешь, где вторая задница у осьминога. Да, начнем дальше. Вот этот намек он дает, что лукавый, развращенный, может быть и ребенок из-за этого, что развращенный отец был, и ребенок из-за этого был без сны. Видите, уже начинаем думать. Хорошо. Молодец, думай дальше. А мы почитаем. 16-18 стихи. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его. Иисус же, отвечая, сказал, урод неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда. И запретил ему Иисус, и бес вышел из него. И отрок исцелился в тот час. Короткое, очень, толкование блаженного Феофиларта. Не столько велик грех или их немощи, сколько твоего неба. неверия. Ибо оно, будучи велико, превозмогло ограниченную силу их. Укоряя же одного, Господь обличает в неверии и всех предстоящих. А словами, доколе буду с вами, выражает свое сильное желание крестной смерти, желание удалиться от них. Вот это вот род неверный и развращенный. Постоянно, кто хочет этот род увидеть, можете, сегодня оставайтесь, занятия, после занятия поедем, на Спартакарную обычно ездим, там хороший, там этот очень сильно рот. Будем прям Евангелие вот так вот всталкивать людям. Мы уже даже себя ограничиваем. Вот ходим, Евангелие вот так вот держим, ну немножко, ну не вот так, не трясем хотя бы. А можно и трясти, такое тоже было. А все равно не берут. Хоть на колени упадил вот так, и еще больше не возьмут. Что хочешь делай с этим родом, неверным, развращенным. А если бы был Христос, и исцеление бы пошли, о, поползли бы все, поползли, чудо, чудо, а это не то. И Господь-то один раз появился, немножко апостолы, ну там, чудеса поделали, а потом, ищи теперь свящиеся, этих чудес исцелений. А почему? Да потому, что это Господь показал, что он действительно благ, сущность сама, благо его. И к нему, как не прикоснись, даже просто поговори с ним. Даже он просто взглянет. Помните, очень хорошо это показывает, Иуда Бенгур. Когда он идет, губы вот такие потресканные, как так делают эти актеры? Губы вот прям явно, что губы такие белые, ну там, пустыня, никому не дают пить. Еще издеваются эти римляне, пытаются. И Господь, когда ему дает напиться, и он пьет, пьет жадно так пьет, а этот надсмотрщик так холстом там ударить хочет, а потом смотрит на Христа, Христос на него посмотрел. А Христа они показывают раньше, как снимали, благочестиво, да. Как бы раз на него, и он, и такой, взглядывается так. Как-то так еще, главное, съемку сделали. Это надо же, ну, передать эти эмоции. И этот-то тоже пил, пил Иуда Бенбур, а потом раз, взгляд-то на, ну, кто ему дает, подает. Ему что, до этого человека, что ли, главная вода, чтобы была. И сразу прям меняется выражение лица, прям, ну вот, вот такое вот должно быть у нас, вот с нами, в душе. Пускай там не поменяются у тебя выражения глаз, там, как передали, как бы, нему сцену актеры. Но вот такое в душе должно быть. Ты должен понимать, отличать добро от зла, как вчера проповедь была вечером, и там написано было, даже если бы, вот, есть заповеди Божьи, а есть заповеди и дьявола. То есть Бог дает заповеди свои, а дьявол свои заповеди. Но даже если бы, говорит, это не был Бог, а это не был бы дьявол, не знали бы мы, что есть Бог и дьявол, а заповеди были, то по самим этим заповедям, которые относятся к человеку, мы уже бы определили, что вот это добро нам несет, а это только зло. Этот разрешает всякий грех, развраты, все, а Господь смирение, крутость, не гневаться, никого не обижать, от этого вокруг тебя всегда аура такая, мы будем говорить, как сила такое, поле такое добра от тебя должно исходить. И поэтому, когда мы там идем с Евангелием, вот это поле добра, и вот в последнее время, вот я вчера сестре рассказал, в нашей, говорю, какое-то последнее время, вот так тяжело идти на благовестие, а Господь дает силы тем, что люди берут у тебя Евангелие. Да, хотя бы тебя не матерят, вот даже странно, вот в последнее время мало так благовествуем, но как-то всегда вот так вот, ну приятно так, спокойно все, а то до этого, бывает, и хорошо, ну так ведешь, там постоянно раздаешь, и столько там услышишь этих оскорблений, просто, что ты принесешь Слово Божие, ты даже ничего не говоришь людям, мы даже, ну как бы даже стыдно, стыдно, можно-то и сказать что-нибудь, некоторые говорят, а что там вот, ну, смотрят, каналы там наши, многие люди, а потом передают через наших знакомых, которые нас знают, говорят, а что там, не благовествуют, там вот, Севастьян, говорит, у них, почему он, говорит, только читает, или Дыгунов, говорит, что они читают, пускай благовествуют там, что им сказать, что ли нечего, сказать-то есть что, и нам тоже, но столько уже сказано, вы, Златоуста, для начала почитайте 12 томов, прежде чем самому-то сказать, можно же воспользоваться тем источником чистой воды, которая течет постоянно, что такое? Да я вот хотела сказать, что как батюшка, когда начал, ну, вышел и стал говорить, потом снова, Слово Божие так хорошо, ну вот, все объединились, все вот как-то кругом его, все-все-все, учителя, летное училище, мы тут вышли, и все так стоят и слушают его, некоторые наши начали как-то разговаривать, потом остановились тоже, и вот когда батюшка стал говорить, все присмирели, все смотрели, и тут вышли, тоже братья, вынесли Евангелие, и говорит, кому нужно, и вот они стали к ним подходить, подходить, после того, как батюшка много рассказал им, и они стали подходить, все разобрали, и последняя подходит, а ей, говорит, там уже нет, понимаете, это у нас такого не бывало, у нас всегда в избытке как-то, а уже говорит, нет, и она так пошла, как-то не знает, как-то не по себе стало, надо сказать еще столько, батюшки, как привела к желанию иметь, вот то, что мы принесли, вот это Евангелие, на похоронах, в конце похорон, столько людей пришло, отовсюду, разобрали, главное, сначала так немного пришли, там совсем немного, ну там стояли, наши там внутри, а потом начали собираться, собираться, собираться люди, все-таки вот, что значит благочестивая жизнь, вот Настю все-таки знали же, вот и детей тоже, ну ясно, ну ясно, что Андрей, он что, не разговаривал, глухонемой-то язык, никто не знает, там сильно, понятно, что это к Насте все собрали, ее почитали, ее почитали, вот как бывает, на поминки даже, вот они пришли, да, и пришли, по-моему, человеком, все, кто живет, около него, все верующие, все платочки, ну очень все благочестиво, конечно, именно так, что не укроется, свет свеча, вот эта лампада не укроется, на горе вот она, и не под спудом где-то, не под кроватью, не под тазом, вот видно, что Настя, когда беседовала, там рядом, не чуралась этого, а мы, ну и раз рядом находимся где-то, и никто не знает, верующим и неверующие, я вот сейчас наших спрашиваю, в школе знают, что они верующие, ну вроде отвечают, что знают все почти, что они верующие, так, ну и закончим, 19-21 стихи, тогда ученики, приступив к Иисусу, наедине сказали, почему мы не могли изгнать его, Иисус же сказал им, по неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичной зерной, и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас, сей же рост изгоняется, только молитвою и постом, толкованием, апостолы убоялись, не утратили ли они, дарованные им силы над демонами, и потому наедине, с беспокойством, так спросили Иисуса, «Ибо если бы вы имели теплую, горячую веру, то она хотя бы была и мала, совершила бы великие дела». Впрочем, где апостолы переставляли горы? Об этом не написано, вопрос задают, но где правда? Но апостолы не говорили горам сего, потому что не требовало ли сего ни времени, ни нужда, а потому они и не переставляли горы. А если бы сказали, то и переставили бы. Поститься же нужно тем особенно, кто одержим демонами, и тем, кто хочет от них врачеваться. А молитва истинная бывает тогда, когда она чуждо нетрезвенности и соединена с постом. Нетрезвенности вспомнил. Михаил, где у нас, кто знает? Уехал на работу. На работу? Помоги ему, Господи. Всякая вера есть, как бы зерно горчичное. Оно почитается ничтожным по причине буйства проповеди. Но если падает на добрую землю, возрастает в древо великое, на котором гнездятся птицы небесные, то есть помыслы, стремящиеся к высоту. Посему, кто имеет теплую веру, тот может сказать, Горесия, и перейди, и перейдет. То есть сказать демону, изыди, изыдет, ибо известно, что демон исходит. Но вот казалось бы, что Господь сказал, скажете, Горесия, если будет вера даже, маленькое зернышко, ну вера настоящая, скажете, Горесия, перейди оттуда, и она перейдет, в море вернется. И казалось бы, ну да, апостолы не представляли. Значит, что, Господь как бы иносказательно сказал? Ну вот наступает трехсотый, ну, третий век нашей эры. Гонение на христиан идет, от Декия сильная. Убегает один Марк такой был. И убегает он на гору. Эта гора называлась, ну там, местность Фрачи. Фрачевская гора. И вот этот Марк Фрачевский, к нему пришел Зосима, который решил посмотреть на подвижника. Ему Господь сказал, что идея. Он пришел, и тот увидел его, и, ну как бы так сказал. А есть такая, говорит, у вас вера этот Марк Фрачевский? Ну, раз все уже там христиане. Уже там Константин Великий. Что сказать горе? Гора, сдвинься. И в этот момент, как он сказал, ну, это же он просто иносказательно, когда есть такая вера. И в этот момент Господь показывает, какую силу. Гора задрожала, говорит. И начало как бы рушиться все. И как бы, и он такой, ударил опять по горе, говорит. Гора, успокойся. Это я брату говорю к слову, то есть не двигайся. Ну, вот, Господь показал, что нет, не иносказательно, есть такая вера. А помните еще братья Карамазовы, когда этот издевался и говорит, ну, а есть у вас такая вера, если ты верующий, ну, скажи горе, чтобы она передвинулась. А, есть такая вера? А этот бегает, который, верующий, я верующий, сказать не может ничего. Но кто бы что сказал. А оказывается, вера двоякая есть, двоякая вера. Есть. Вера, которой, которой горы передвигать, это чудодейственная вера. И вера, которую ты, которая тебе Господь посылает через Слово Божие. Когда ты идешь и благовестуешь другим людям, рассказывая о Христе. То есть, передаешь то, что Христос передал, а Христа нету. Вот сейчас вот, как бы, сделай так, чтобы, ну, не было проповедников. И все, и никто не передаст. Почему? Ну, Христос не явится второй раз уже. Он явится для суда. И что? Тогда всех сразу судить, и все. А вот теперь, чем больше мы благовестуем, тем больше, как ни странно, мы оттягиваем страшный суд для этих грешников. Может, покаяться еще. Но, с другой стороны, немножко здесь есть, как бы, такая хитрость христианская. И для себя тоже. Потому что, постоянно не готов. Вроде бы, вроде бы, хота, конечно, уже бросить бы все. Да как-то надоело там работать, или что там. Кому-то болезни у нас все-то сетуют. Бросить бы все, да и уже побыстрее успокоиться бы, Господи. Давай уж всем сразу. Забирай всех. А нет, Господь говорит, должен прийти каждый грешник в разум истины. Истину познать. Вот так. А через кого? Через благовествующих. Блаженые ноги благовествующих мир. И последние стихи, 22-23. Во время пребывания в Галилее Иисус сказал им, сын человеческий предан будет в руки человеческие и убьют его и в третий день воскреснет. И они весьма опечалились. Толкование блаженов и филакта часто предсказывает им о страданиях, дабы не подумали, что он неохотно страждет. И дабы приучились к этому и не смутились его страданиями, когда они настанут, как событием неожиданным. Но к прискорбной вести прибавляет и радостную, что он воскреснет. то есть после всего того, что было печального, объясновать их о том, что они не смогли исцелить, потому что не поняли они Господа о вере. Он показывал им веру, когда давал силу, чтобы они поверили. А они даже, так как не было Духа Святого еще, Господь не дал этого, не было еще воскресения, и они не смогли поверить апостолы до конца. поэтому он и говорит о вере. Что даже если бы ты имел смаковое зернышко, с горчичным зернышком веру, такую маконькую, сразу бы даже гора передвинулась, не то, чтобы там исцелился бы демон бы и шел. Вы же видели, как демоны не спадают? Но они же пришли к нему перед этим, говорят, Господи, мы видели, демоны прям рушатся, прям мертвые воскресают, больные исцеляются, ну то есть демоны отбегают, а тут вдруг отроки. А почему? Потому что там, видать, на благодатную почву попадало, потому что Господь давал сначала силу, и были верующие люди, которые хотели исцеление. А здесь отец неверующий, и сына хочет исцелить, и одновременно, или завидует, ну все, все тут, как говорится, и гордость, все грехи тут и страсти обуяли человека, такие, что даже на сына нету у него веры, ни крошки, ни порошинки. Как он воскликнул, когда был, там дальше будет, верую, Господи, помоги мы ему неверию, верую, Господи, помоги мы ему неверию. То есть в этом вся сущность каждого человека заключена. Со мной стороны охота быть, ну таким добрым, как апостол Павел, а с другой, с другой стороны грешник окаянный. И да избавь меня, Господи, восклицает апостол, а этот не может так воскликнуть, помоги мы ему неверию, то есть самого сил нету, но нету у нас таких своих сил, поэтому и вера, вот и в чадах наших вера, не от того, что захотят они, а от того, что как ты себя проявишь, захочет ли Господь дать тебе веру, вот в чем дело. А для этого нужен опыт родителей применять, потому что родители-то верующие, и нужно любознательными быть в том, как родители обратились ко Христу, как это произошло, как вам, вы же простыми были, да, бегали там, смеялись, где-то танцевали, выпивали, курили, и вдруг Господь мгновение в око, и ты становишься верующим. Все это не для тебя, все это мерзкое, противное, ты чувствуешь запас, мерзкую вонь тления от всего этого. А когда Господь дает тебе Слово Божие читать, то ты читаешь Слово Божие, и ты не можешь им насытиться. Почему? Тебе охота, во-первых, слух читать, ты читаешь слух, чувствуешь, мало, нужно, чтобы кто-то еще был рядом, отсюда, занятие называется, читаешь, рассуждаешь об этом, то есть, и этого мало, ты хочешь еще дальше понести это, начинаешь знакомым, там, близким, знакомым говорить, а потом выходишь на благовестие, потому что все уже, ну, не может удержаться это, ибо, говорит, внутри меня как огонька, внутри костей моих, который вырывался наружу, хотел было я, чтобы не молчать, да потихоньку, как говорится, моя хата с краю прожить, а не смог. Почему? Потому что вот такую веру Господь дал. Почему? Потому что видел твои дела, что они добры, что ты сродственен ему, а у нас должно быть чувствование, как во Христе Иисусе, все чувствования, любые, о любви, ли мы говорим, о дружбе, о надежности какой-то, о работе. Так, ну вот мы прочли то, что заповедано было. Слава Господу. Теперь давайте за кого молиться. У меня Александра Павловна, старецы наши вроде бы все в том же состоянии, как мы молимся за них, так и ну нет, никто не жаловался, так вот мне это. Единственное, я вот в прошлый раз объявила, что Зона Шубина у нас уехала в санаторий, сказала, недели не будет. отдыхает, лечится. Да, лечится, ну конечно, ну конечно. Ну все, и путешествующие, не забывайте за путешествующих молиться. У нас Третьякова путешествующая, Марина с Аполлинарией на Украину долго, они будут ехать до 8-го числа, да? Они поездом поездом до 8-го числа включить у нас по дому будет 8-го. Ну и Марина Дебунова, вот. до конца университета. До 23-го должно, четверг. Ну вот молимся за Аннушку. И за Валеру молиться? За Валеру, конечно. За Валеру и Сергея, это уж я даже не вспоминаю. Да, да. Валера, Наташа приходит. У нас там не все в группе в WhatsApp. Вот для тех, кто не знает, Валере сделали две операции. Ого. Да, первая была какая-то неудачная, нехорошо, Наташа не вдавалась в подробности, просила молиться, на следующий день буквально была вторая. Она прошла хорошо. Крепкий мужик. Вот. Теперь они там сейчас подлечатся немножко, восстановятся после операции и будут назначать химиотерапию. Ну, это вот все, что я знаю, поэтому молитесь. Одна надежда на Бога. Ну, я молюсь, чтобы Господь исцелил, чтобы продлил дни его жизни, потому что, ну, сами понимаете, Наташа там одна в чужой стране. Как что дальше? Дети у нее, конечно, маленькие. А сколько они там маленькие? Это будет 4 только. Да что там 7, да? 7-8. 8-8. Старше? Да еще маленькие все. Кого там говорить? Да так, сейчас же разговоров нету. Это без сколько? Съемные еще. Да, жилье у них съемное. Валера один работал. Наташа, что она с детьми? Языка она не знает. Ну, пособия, видно, по жильям. Ну, пособия-то пособиям все страны. Но пособия не в одни. Какое пособие еще? Только только все случилось. Так, у меня у мамы значит, эта щитовидка там была. Сказали, что никакую операцию пока не надо. На лекарствах опять. Вот лекарства, одни лекарства у всех. Ну, уже все время уже нашло. Ну, вот у меня Марина там кое-что рассказала. В общем, у мамы цирроз печени я так понимаю возник от этих лекарств. У нее голова болела, ей прописывали лекарства. И лекарства в журнальной столе полной коробки заставлен вот так светом. И она там перебирала эти лекарства. Что там за лекарства? У нее там уже все перемешалось. И она все эти лекарства принимала. Ну, и в конечном итоге поставили диагноз цирроз печени. Человеку, который она ни одной рюбки водки не выпила. Ничего не вообще она вообще ничего не пила и не курила никогда. потому что сама была из деревни. В 17 лет уже на Колыбу попала. Ну, по комсомольской путевке на работу в геодезию. Поэтому ну, совершенно в этом плане женщина была. Цирроз не только от онкоголя. Да. Разные причины. А для кассива? В неправильном опекании. Ну, короче говоря, вот такие вот дела. Поэтому лекарство это такая палка о двух концах. Лепихимия. Так что поменьше пользуйтесь лекарствами. А лучше вообще не дай бог. Ну, и вот она значит будет лететь. Завтра летит она и еще будет возвращаться от 22 вылетает. То есть ей она сейчас до Новосибирска. Потом из Новосибирска в Москву, а потом из Москвы была. Не успели батюшка к ней не приходить? Да. Ну, она ходила в храм и у них там батюшка был. И там женщина, которая сидит как всегда за прилавком. Марина с ней разговаривалась. Она говорит, а я вашу маму конечно знаю. Она прочищалась. Ну, когда она я говорю, не могу точно сказать, но я знаю, она стояла причастием. Когда это было? Ну, болела там уже несколько месяцев подряд. Поэтому, когда это было? Никто не знает уже теперь. Младшая сестра не интересовалась этим, пока Марина не приехала, не стала рассказывать о Боге. Тогда там вся семья собралась там. Дети там вот она рассказывала. Так что ну, тоже все это не зря понятно. Она еще там любовь не печала. Нет, она из Магадана сейчас вылетает. Возьмена вылетает завтра. А, да. Да, завтра утром или ночью сегодня ночью. в общем, говорите. У нас еще было сказано о том, что мы хагатайствовали о комплексе музея для бедных мигелей. С этим посланием, письмом я обратилась в редакции. Приняли Малтайскую правду, Комсомольскую правду, Алиф. Шлагна газета это Мы вместе. Газету, которой директором является Астахов Борослав. И он знаком с Энатим Тихничем в 1990 году. Но направление этой газеты патриотическое. Все газеты, которые там впечатаются. Они связаны с памятью о войне, военных и прочих других событиях. Хорошая газета. Хорошая газета. Я потом покажу эту газету. Теперь, значит, где опубликовали? На сайте. А их вышла уже публикация об этом ходатайстве, чтобы сохранить этот исторический комплекс. Кроме того, пришел ответ Игнати Тихнич у него там на месте. Это из Министерства культуры проспект Ленина 41. Вот так как у нас здесь есть законодательное собрание, то направили два места, а ответ пришел пока только с одного места. Что нужно сделать для того, чтобы этот музей был введен в реестр музеев. Но кроме того, что его нужно ввести в музей, надо постараться еще у Господа просить, чтобы сохранился этот комплекс земли, которая в 90-м году была дана на 10 лет. Узаконить ее надо. Арида закончилась, короче. Поэтому такая история, как необходимость есть. Поэтому обратимся к брату нашему, как правильно сделать еще дальше. И хотелось еще вот такое стихотворение привести к этому делу, которое у нас сегодня вышло о страшном суде, о том, как неверие и прочие дела. Что же получается? Вспомнили и о Анастасии. И память о ней добрая. Ничатуров ВВ, потому что нет, имени не назначено. Это поэт, который был убит на Украине в 2014 году. Земля наш дом верна формулировка, но шар земной менее навек жилье. Я на работе здесь, в командировке, на небесах отечества мое. Не знаю срок командировки этой, и цель ее постичь я должен сам. Внезапно для отчета и ответа к святым я буду вызван небесам. Сняв спецодежду в виде плоти пленной, прервав процесс земных своих работ, я понесу на суд Творцу Вселенной земной командировочный отчет. Заключение. Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, и всегда не успевайте в деле Господнем, зная, что труд нас не тщетен перед Господом. Аминь. Аминь. Служение слова пусть продолжается. Слава Христу. Благодаря славу. Благодаря помолиться. Завтра он едет с сестрой Андрея в Павлос насчет жилья. Там отец Прохор, который давал телефон и то, что Сергей Пухов договаривался, он вроде как комнату может Ване предоставить. Ну, или в общежитии. То есть, и потому что других вариантов нет. Ну, в общем, они сейчас там на месте будут смотреть и решать где лучше, как. Нам надо помолиться, чтобы они правили. Я с Сергеем разговариваю, он говорит, ну, я ради этой поездки не поеду, я сейчас потеряю в Кигори. Ну, что ему это слишком далеко возить там. А, кстати, сейчас принесу это. Лена, встань, расскажи, как у вас дела? Что у вас там происходит? У нас сейчас идет ремонт, воду, скважину сделали, на кухне вода есть. Ваня, снимай и нахуй. Скважина есть, да, вода есть. Ну, остальные сейчас будут продолжать ремонт, они в понедельник закуп. Два наших соседа, они недалеко живут, они, кажется, всегда этим занимались, они колыны, воду, вода, ну, в общем, канализация, канализация, они все это будут делать, закупать, и будут делать, в понедельник начинать заново еще. Ну, снова еще делать. Деньги на это есть? Да, Вода сейчас, они, конечно, не совсем хорошая, то, что только-только прогулили скважину, но скоро надо будет покучить стиральную машину. Слава Богу, Андрей не пьет, работает, помогает. Да, соседов помогает там параллельно. Ну, а дальше будет продолжаться еще ремонт, можно уже обшивать, потом все, утеплять, утеплять. Этот Степан сказал, пока в отпуске будет полностью заниматься этим вопросом. То есть пока, да, вот то, что там сестра Настина оставила, деньги, вот они у них там на исходе, но пока вот они, вот то, что сделали, вот эти этапы, этого хватает. А дальше по мере возможностей. А у тебя там уже ничего нет, да? Что-то на услугу будет. Там вот они и идут, и идут. Вот, Вань, твой рейтинг, я вчера распечатала с сайта твоего техникума. Ваня, из 30 претендентов на 8 месте, 25 бюджетных мест выделяется. То есть Ваня 100% будет зачислен. Зачисление будет 15 августа, вот на тебе. Вот здесь, если потерял все телефоны, в 25 бюджетных мест он ходит, он 8 по очереди. Ваня, молодец. Мамин на наследие, мамин на наследие. Да, мамин, мамин, да, династию ветеринаров продолжит. Да он любит это дело, он просто любит это. По общежитию я звонила, вот так, если хотите, скажу там, какая ситуация. Там всех принимают в общежитии. Там в общежитии берут всех, то есть если мест не хватает, то третьими подселяют в комнаты. Но в течение года, как правило, отсеиваются, кто-то отчислен, и потом они будут. Вроде да, она сказала, по два у них живут в основном. В общежитии действует система контроля. Воспитатель, у них там ставка воспитателя, который занимается вот этими всеми, потому что комендант занимается хозяйственной работой. Воспитатель занимается, у них там есть студенческий совет, по решению которого они и отселяют, и наказания какие-то, взыскания, в общем. Сейчас, они говорят, у нас устанавливаются камеры наблюдения по всем этажам. В 9 часов общежитие закрывается, выйти беготня не будет, то есть у них как бы вот, потому что дети, им по 16, по 15 лет поступают, и за ними поэтому контроль. Мы вот поступали, у нас не было никаких воспитателей, все-таки там взрослые люди уже жили. студенты, а это техникум, и там у них крыло для семейных есть, где вот, если есть студенческие семьи, потому что 4 года учатся, то есть до 20 с лишним лет, если кто-то поженили, всем отдельные комнаты выделяются в приоритетном порядке. То есть, как бы вот секретарь сказала, что те, которые живут в общежитии, они под большим контролем, чем те, которые живут местные, либо которые сложились и трою, например, снимают в Павловске. Они им пропускают, они гуляют, и все гулянки происходят на их территории, они в общежитии. А столовая? У них буфет. Хочется где? У них есть буфет в самом общежитии, но, говорит, они готовят, как правило, все сами. Ну, все в общежитии жили, там есть плиты, там все условия, это дешевле. А стоимость какая? Вот я искала, на сайте нет, у нее не спросили. Я не думаю, что там заоблачная цена будет. Там такой момент, там всегда символический, такой момент у них, что находится эта техника на территории с общежитием рядом вместе, а находится он не в Павловске, вот в чем момент, если мы даже найдем у кого-то в Павловске какую-то бабушку, он находится в микрорайоне и достаточно далеко от Павловска. Это микрорайон заводской или как-то так называется. Это не далеко. И они говорят, ему просто добираться это сложно, но автобус тоже не бесплатный. Ну, конечно. И это, как бы, говорит, а здесь в общежитии, они говорят, вот забыл здесь. Ты так рассказала, меня возьмите в это общежитие. Пока Валиты нет, только торчеваться, главное, что ли. Я работала воспитателем училище от Ким Волокна, где и нахуй сейчас. Сейчас начнешь. Да, Академия гостеприимства. Там действительно, если есть воспитатель, строгая система контроля. Там приходишь, их принимаешь, ты должен их отвезти, покормить. Ты все время с ними принимаешь их после занятия. Вечером ты наблюдаешь, ты ночью с ними спишь, дежуришь, да. Чтобы нигде по комнатам прошел. Все везде, да, проверим. Когда врачи не дежурят. Поэтому... А как они там, мальчик, девочка в одну комнату? Нет, комнаты, девочки. Тут единственное, что кто твой сосед. Да, вот это вот. Вот это вот, да. А что если воспитатель работает? Я считаю, что в общежитии даже может быть и лучше, и близко, и под контролем, чем, естественно, на квартире далеко. Вот это и надо было сначала узнавать, а то узнали, главное, о том, где церковь находится. Там ее и понятно все. Церковь находится рядом, кстати, с этим... Она прям вплотную. И батюшка там... Да. Маня хотел знать, что... Нет, вот говорили то, что далеко ездить, я имел в виду то, что... Самого, мы когда ходили, как с у Прохора, там вплотную буквально находится она. У него, да? Именно церковь, да. Да, там забор уже через ДГО, это уже территория церкви. А, ну то есть... Тоже близко. Конечно, около церкви лучше. Он там хоть поможет, что-то в церкви сделает. Поэтому надо помолиться. В общежитии поселить надо. Нет, пусть они сейчас съездят и сами... Сколько отец Прохора возьмет за комнату, сколько общежитий. Пусть они съездят на месте и решат. Отец Прохор еще просто не знает, какой золотой парень рядом с ним. Ему помощника главное. Чего ему деньги эти? Да ему учиться надо, а не помогать. Да он что, на стройке будет? Да пускай он учится. Он и будет учиться, у него времени будет полно еще. Я еще хотела. Мама сказала, мне записываться на как можно больше разных секций, чтобы у меня на другое времени не оставалось просто. Учеба, занятия, учеба, занятия. Ну, в церкви там хватит. Там сказали, на механику вот этот, вождение, это обязательные курсы есть. А еще можно записаться на отдельно, как и по желанию. Там на все категории учат. Там на все категории учат. Ты сразу продумывай такой момент, там, на характер, или что-то такое. Потому что в деревню попадешь, ты будешь золотой. Отработку, отработку. Как раз я вот хотел, первый год у нас отработки не будет, на второй курс уже будет отработка. Я хотел проводить эту отработку вот у нас, потеряевки. О, вообще. Мне дядя Игорь, выпиши справку о том, что я у него отработал. У него же фирма, да? Вот так лучше. Вообще супер. Ты там всех гусей сделаешь такими, чтобы они не пищали, не бегали за всеми. А то на батюшку уже нападают, отбокрели. Прям подрежь там что-нибудь у них, чтобы они добрые были, улыбались. Давай, давай. Начинай учись как следует. Пусть они съездят. И это, селекцию потом выведет, чтобы бузь был не такой маленький, а как поросенок. Ваня, всю информацию записывайте, завтра у боди у нас. Только чтобы не летали, смотри, а то это будет страшно делать. Все записывайте, потому что вы на плодице заплатите, понимаешь? Вот на бумажке прям пиши, сколько стоит в месяц, может быть, надо бы заплатить сразу. Сколько нужно заплатить сразу? Все это записывайте. Не надо, раз, на поле, надеяться. Как же это, там, юмористы, ну как бы с одной стороны. И говорит, не надо будет, говорит, с этим говном возиться. Нужно, говорит, просто откультивировать одно вымя, чтобы только молоко давало. Все. Залил воды, для молока надоил, готово делать. Пускай они пишут, приняты слушать. Так, еще у кого? Можно я, мы с ней общаемся? Я. Нельзя? Я хотела просто братьям раздать упоминальные, да, это от папы мы раздавали, просто остались только мужские, я хотела раздать, что Ваня тебе обязательно, с Василием. Нестору дай, Нестору обязательно. Натя, знакомник от папы. Александр. Так, тебя есть? Нестору. Как раз смотрите, всем прям, только один. Спаси Христос, отец у тебя был, настоящий русский мужик. Мы с ним сразу, прям нашли друг дружку, душа в душу. Правда, конечно, немножко он испугался, думал, неужто это такой, женит-то пришел. Надюшину. Но потом пришел Костя и все разрешилось, все нормально. Слухи? Рук повисали со мной, деревенские. Давай, давай, Валер, конечно, еще кто готов здесь. Вот у нас еще Владимир есть. Попрошу, помолиться о моей Елене младшей. Видите, ее нет, она вообще стала редким гостем. Ну, там дома, давление мамы, но и она сама ослабела, естественно. Я это отдельно, ну, прям не знаю, хоть переселяйся обратно. не хочет, приезжает там раза два, может быть, что-то поможет, и все. Ну, мать ли я, молилась есть. Ну, понятно. Помочь молиться? Ну, понятно, там же работать у тебя надо, что там говорить? Закон один, Паш, один. Валера, Леночки, Володя, ты у нас редкий гость, расскажи. 25-й год. А себе-то? Уже взрослая. Помолиться там, что за тебя? А то ты у нас такой молчаливый, что это самое. Не знаю, попросить. Стеснительный? Ну, это нормально, скромность упрощает христианина. Ты расскажи нам, как у тебя дальнейшие планы, вообще, и почему ты вообще у нас появился, сегодня? Это неправильно, три года не появлялся, а тут вдруг. на работе с Виктором Андреевичем. Да ладно, Канал на спецсетинге. Тихо ты. Началось с того, что с Виктором Андреевичем на работе я познакомился. Когда это было? Ну, года полтора назад уже, наверное, да, я там работал, и он, ну, тема зашла, такая, ну, он пригласил сесть в Потеряевку, потом прийти к вам, ну, вот так вот началось все. Сейчас схожу. У тебя работает какая-то, что ты редко у нас появляешься в воскресенье. В воскресенье. Ну, когда вот суббота, воскресенье дежурные дни. А у тебя сегодня нету, что ты не дежурный. Так ты сегодня на занятия можешь остаться? Ну, ты не стесняйся оставаться-то. У нас трапеза тут еще будет перед этим. Хочется сказать. Учится еще. А Насте было плохо, когда она у меня была. Он приходил и делал капельницы ей. Вот так. А мы не знаем ничего. На каком ученике мы были? На шестом курсе. На шестом курсе. Ну, благодарю вас. А он за шестой курс? Ну, шестой, это хорошо, что вы мне сообщили, да? Нормально? Шестой курс. Все, ты уже можешь быть врачом. Кем хочешь быть? Я тебя сейчас назначаю. Я тоже на нас. Что им? Да я знаю. А кем вылажал? Я знаю, что у него шестой. Он еще сам не принялся, кем хочет быть. А, так ты сейчас как раз братом подрабатываешь? Так ты уролог все-таки уже будешь? Не подрабатывает еще он. Ну, хочу. А, да, нет, да. Ну, наконец-то я хоть услышал, а то я все думаю, куда хирург? Наверное, хирург. Нет? Уролог это тоже вещь такая. Я первый к тебе. Хирург не надо, уролог просто. Хирург не надо, я был хирургом. Хирург это вот кто. Это вот типа такой, как я. Вот так только у него тут вот мохнатость торчит. Это травматолог. Это травматологи такие. Хирург-травматологи. Хирург маленькие. И обязательно у него уши, как у борца, вот так вот. И он такой, ну, что? И он сразу тебя уже осматривает. Я попадал сюда, они все такие. Да, они такие травматологи. Это, Добунов, опять ты здесь? И уже осматривает. Так, что, не резали, хочешь порезали, чтобы тебя? Все, поговорили все, и уже думаешь, вы хорошие, они врачи, только надо редко с ними встречаться. А как у тебя с духовным деланием? У тебя Библия есть в общежитии? Конечно. А ты знаешь, что такое Илья, пророк? Ну, только что читал, а так нет. Ну, ты читал о нем, о пророке Илье? Там, в Библии-то? Нет. Не читал? Не читал. Так ты ее открываешь, Библию, то у меня тоже. Знаешь, сколько много есть? Евангелие? А Ветхий Завет еще не читал? Ты не дошел еще до занятий просто. Вот, был бы у нас на занятии. Володя, у тебя Евангелие или Полное? Знаешь, как понравилось? Полное. Полное. Полное есть. Все, витаро-двечерное все обеспечено. Вот где врач духовный. Если никто в Бога не веровал, сразу, хоп, за один раз 850 человек подлечил. Вот будет День памяти. День памяти 2-го числа Илья, пророк. Десантники себе его взяли. Запомни, это не просто так. Эти ребята, они никому, никого. И Елисей они бы не взяли, и беспокоили. И Елисей не взяли, а Илью пророка взяли. Почему? Потому что он на колеснице в небеса. Да еще 100 человек вот так. А пророков они этих не вспомнили, наверное, потому что это все десантники как один. Они только молятся, когда уже их зажали чеченцы где-нибудь на горе. Тогда начинают молиться. так что читай Ветхий Завет обязательно. Хотя бы раз надо его прочитать. По одной главе хотя бы кратить. Я тебе так скажу, к чему стремиться. Не знаю, сколько раз Игнатикнусь прочитал. Я прочитал от корки до корки своими глазами 22 раза Библию. Полностью в 7 и 7 книг. Уже не говоря о том, сколько я просто читаю чего-то вот так. Сейчас я уже так не читаю Библию. Я просто открываю и вот так вот начинаю допустим Бытие потом через одно вот так вот исход первая цаст паралипоминон иов и вот так чук-чук-чук и по одной главе прочту потом следующую запоминаю и отсюда выбираю из этих глав что-то не просто так прочитал а читаю и думаю что можно рассказать допустим что меня поразило удивило и там столько всего открывается это же не просто так написано книга два крыла большого орла даны были это в книге откровения написано когда младенца дракон рядом с женой стоял облеченной в солнце чтобы поглотить младенца ее то даны были ей написано два крыла большого орла и в толковании говорится что это ветхий и новый завет на одном крыле на новом завете она бы не улетела почему а кто бы знал что Христос подготовлен был самим Господом Богом для спасения нашего никто бы не знал кто бы знал что такое вера что были люди оказывается которые веровали это пророки святые мужи а Давид в общем надо читать так что вот тебе видишь уже хорошо что ты встал у нас чадо чадо наши вот дети ветхий завет мы вот сколько я у них веду ветхий завет мы сейчас всего-навсего на книге судей а я уже не знаю он ваня уже 16 а мы на книге судей да ЕНАФИ уже 18 а вы на книге 17 17 мне а когда 18 23 февраля а в феврале еще а тебе 17 тебе 18 значит мне 17 мне сейчас будет 18 только еще будет ну я понял ну как бы я тебе немножко прибавил ничего не пугайся молодец что так испугалась не надо стараться возрослеть не старайтесь возрослеть возрослеть и потом беззаботно это детство пропасть уйдет как будете вот ну приблизительно как утром Игнать Тихоновича в деревне вся жизнь пройдет ну да это неплохо да туда это неплохо да туда это неплохо да 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 у нас Виктор Андреевич сейчас нету каждое собрание побуждает приходить в храм в субботу вот раньше как-то некоторые ориентировались батюшка приезжает я пойду не приезжает не пойду сейчас я смотрю уже эти ориентиры потерялись у нас у некоторых поскольку на прошлую субботу с батюшкой было всего 16 человек 16 моих детей нету я так стою посчитала думаю ну они там у бабули поэтому представьте вот батюшка едет для нас ему уже 8 десяток разменял 8 десяток он едет для нас а мы не приходим но если уж вы не разбиты в горячке не лежите не работайте некоторых смена тоже это уважительная причина но вы приезжайте сейчас лето тепло лето тепло не холодно как зимой если зимой еще может быть мороз дырки пробили специально для вас дырки пробили чтобы было жарко не было холодно вы помолитесь чтобы придумать какую вентиляцию чтобы дырки можно было затыкать а то смеется батюшка вот вы что людей напрягаете молитвой какой-то поставить вентилятор ребята это оказалось непросто и в заде ткей а то мы затеять то затеяли а теперь как дырки то закрывать то думаем на меня надежда вот и надеетесь и молитесь три штуки дырки а что не видите что ли съемный вентилятор ты молодец так какая у меня вот съемный можно сделать сделать тебе чтобы отстегнула пристегнула дима мне в бане делал зеленый вентилятор ставил на зиму но это же у нас раньше было так это ведь ну дима ну дима где дима там а здесь там другие уже здесь и тем более баня что такое баня у меня баня это вот уголочек а здесь помещение услышите это пошло даже не знаем какой вентилятор но есть там одно такое есть улитковый вентилятор ставится как вытяжка на улицу на улицу вот это нормально чтобы зимой можно было раз эту дырку чпок и перекрыло все а вот там что поставить может быть такие же вентиляторы туда но на нагнетание как-то не знаю еще пока на вытяжку есть вентилятор пайкой заткнуть да это заткнуть не вопрос что это тут когда дырца есть утеплителем утеплителем заложил да и все это мелочи можно с улицы сделать трубу чтобы была тяга и все если уже достаточно чтобы была ручка труба дает тягу и воздух сам по себе выходит почему дело трубы чтобы в трубах идет тяга выходит не просто дырка пошла дырка это дырка а когда труба это уже начинается тяга потому что есть его может быть может быть здесь делом в виде что надо же чтобы был приток и оттоп по идее чтобы достаточно было пробурить количеством других мясно оборвации такой же томуа керанда но все уже было это такой же тому как окна все это полный запрет у нас вот что есть то есть все уже у нас уже дырки есть зачем о чем то думать если у тебя есть возможность такая давай начнем я просто говорю что дополнительно дает тягу трубарка или пластика ну подумайте брать это просто дырка это дырка дырка это еще ничего она вытягивает она просто нет сюда идет идет вернее отсюда то есть вот так вот простой идет так ну все давайте помолимся достойная свякова истину блажит дитя богородицу пресла блаженную и пренепорочную и матерь бога нашего честнейшую тяну и славнейшую без сравнения серафим без истения богослова родшую сущую богородицу как должно правы твоей тебе хвала слава честь и поклонение пресвятая троица отец и святой дух аминь аминь